Теплотрассы Для того, чтобы начать его осуществление, по заказу предприятия Таллина Кюта огромную работу проделали ученые Таллиннского технического университета, которые, изучив нынешнее положение дел, выработали рекомендации для более эффективной работы теплотрассы. Уже сейчас мы начали реконструкцию крупнейшей теплотрассы. Реконструкция коснется магистральной трубы диаметром более метра. Инвестиции усилят качество и надежность поставки тепла и заметно снизят его потери. Например, на 9-километровой трассе Иру-Лагна потери снизятся почти в 5 раз, то есть почти на 30 тысяч мегаватт-час в год. Стартовавшая в этом году реконструкция теплотрассы должна закончиться к концу следующего года. Планируется также снижение производства тепла на основе газа, так как он значительно повышает стоимость услуги. Все больше предприятий используют альтернативные источники, например, биомассу, которой отдаются предпочтение. Ее использование гораздо дешевле, а выбросы в атмосферу СО2 гораздо ниже. На повестке еще один масштабный проект – строительство станции «Ауроген Вяу», которая будет готова в 2016 году. Ее эффективность заключается в производстве как тепла, так и электричества. «Эффективнее всего – работать в режиме комбинированного производства, когда одна станция производит как тепло, так и электроэнергию. Именно такой станет новая станция Вяу». Все руководители предприятий, собравшиеся сегодня на пресс-брифинге, заверили, что их цель – снижение и стабилизация цен. По их словам, возросшая цена на газ и скачки его стоимости на бирже влияют и на конечный тариф для потребителя. Однако в ЕГИ ВАМА уже удалось с помощью альтернативных видов сырья снизить уровень цены на тепло на 26%. К 2020 году планируется снизить использование природного газа с 65 до 20%. Одновременно с реконструкцией теплотрассы Таллина-Кюта к 2016 году заменит теплощетчики на оборудование с дистанционным считыванием, что будет намного удобнее для потребителей.